А там тематика была разнообразна. То есть это была и христианская тематика. Это были фигурки военных, пеших, конных, на разводах. Знакомством с игрушкой начали знакомство с Сергиевым Посадом гости из Архангельской области. В делегации женщины-депутаты разных уровней. Они представляют законодательные собрания муниципалитетов Архангельской области и Государственной думы. Собственно и собрала всех вместе заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Фторыгина. В музее игрушки восторг Архангелогородцев вызвала их родная щепная птица – поморский голубок – один из ключевых образов северной культуры. Вы знаете, я второй раз в музее, в нашем, как красиво сказала, в нашем, потому что это достояние России. И Сергея Посада, безусловно, но это достояние России. И я не могу опять в полном восторге, потому что я за сохранение, я за традиции, я за семейный уклад. И вот мы сегодня, десятилетиями, к сожалению, потеряли уже нашу, вот сейчас мне экскурсовод тоже говорит, это потеряно уже игрушка, это потеряно производство. Это очень страшно слышать. Мы должны не только все это восстановить и передать нашему поколению будущему. Я вот за нашу русскую игрушку, почему неоднократно и два года назад, три мы проводили здесь круглый стол, как раз по сохранению русской игрушки, по сохранению производств, за поддержку сегодня наших товаропроизводителей, которые именно русскую игрушку делают разных вот направлений. Игрушки были очень разнообразны. Так называемые куклы-горбушки. Одна поверхность куклы была ровная, а обратная как раз напоминает горбушку. Общественной палате выпала честь встречать на Сергиево-Пасадской земле женщин русского севера. Председатель общественной палаты Мария Дайн отмечает, в музей игрушки гостей пригласили не случайно начинать говорить о культуре на доставок, с чего идет воспитание детей с игрушки. Где, как ни здесь, в музее игрушки, мы ощущаем вот эту радость детства. Мы сейчас смотрим не на какие-то хозяйственные проблемы на самом деле, хотя депутаты, все их это волнует, да, а как дети, как люди, которые очень знают, любят, ценят эти традиции и радуются каждой игрушке, которую вот сейчас они здесь увидели. Мария Дайн отмечает, в музее богатейшая коллекция, и это главное, а проблемы с состоянием здания решаются. Уже сделан капитальный ремонт кровли и стен, а на следующий год Высшая школа народных искусств, подразделением которой является музей Бартрама, добилась выделения 200 миллионов рублей на ремонт помещений. Из музея женская палата депутатов Архангельской области направилась в галерею художественных промыслов на круглый стол, посвященный вопросам культуры. Здесь их приветствовала коллега, председатель окружного совета Рита Тихомирова. И вот мы сейчас, женщины всех уровней парламента, высочайшего уровня Государственной Думы, женщин регионального уровня парламента, женщин местного, районного, как мы вот многие, да, мы должны стать тем авангардом в обществе, чтобы у людей была в жизни надежда. Потому что если надежды не будет, значит ничего не будет. Поэтому я искренне благодарна, что сегодня Вы приехали сюда, и мы прикоснулись к этому, к настоящему. У гостей из Архангельска были большая культурная и деловая программы. После круглого стола они посетили Лавру и провели встречи с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым. Татьяна Колганова, Сергей Кошайкин. Программа «События».